Здравствуйте, это канал компании Viva Telecom, меня зовут Вадим Калинин и сегодня мы познакомим вас с системой дистанционного управления радиостанцией, называется она Vector 25M. Она позволяет управлять удаленно радиостанциями Motorola аналоговыми, начиная с модели M208, GM300, GM350 и всей линейки аналоговых станций GM300. Ну то есть это GM340, GM360, GM380. Но для чего мы еще снимаем этот ролик, она позволяет управлять и новой серией радиостанций DM1400, DM2600. На примере станции DM2600 мы продемонстрируем работу системы Vector 25M удаленно, то есть как это все работает, как переключаются каналы, как осуществляется передача, как осуществляется прием. Каким образом вся эта система функционирует, то есть есть основной блок управления Vector 25M и есть дистанционный блок управления, который подсоединяется к радиостанции на удаленном объекте. Расстояние может быть до 3 км, то есть соединяется основной блок и блок дистанционный по двухпроводной линии, длина которой, я еще раз говорю, составляет до 3 км. Далее, функциональность какая, то есть с этого блока можно переключать каналы, можно отключать шумоподавитель для аналоговых станций и можно осуществлять и прием, и передачу. Также можно осуществлять запись переговоров, с этого блока есть отдельный выход, я дальше продемонстрирую. Начнем тогда с комплектации, то есть в систему Vector 25M входит основной блок, дистанционный блок, две розетки для подключения линии двухпроводной, то есть вход двухпроводной линии, внутри стоит грозоразрядник. Он нужен, естественно, для защиты вашего оборудования, в том числе и радиостанции основного блока, при грозе, то есть сюда заводятся контакты данного провода двухпроводного и заземляется через грозоразрядник вся система. Далее, естественно, сама радиостанция и микрофон стандартный от радиостанции в комплект не входят, то есть он покупается отдельно. Также не входит в комплект еще блок, соединяющий радиостанцию, аксессуарный разъем радиостанции Motorola 20-пиновый с блоком удаленного управления. Соответственно, он тоже докупается отдельно, называется он EKN 4573, в аксессуарах к Vector 25M он у нас добавлен. То есть при заказе Vector не забудьте докомплектовать его и данным шнурком. Так, теперь, ну естественно, идет инструкция на русском языке, здесь все достаточно подробно расписано, в том числе есть табличка для различных модификаций станций, то есть каким образом аксессуарный разъем будет запрограммирован при разных моделях радиостанций. Но по умолчанию также программируется еще и блок, то есть какое количество каналов у него будет переключаться и так далее. Он программируется, но по умолчанию здесь можно управлять радиостанцией GM340 и также мы программируем, в смысле будем управлять и GM2600. То есть сам блок вектора мы не программируем, мы программируем только частоты станции и назначение контактов аксессуарного разъема 20-пинового, к которому подключается удаленный блок управления. Так, сзади основного блока я сейчас покажу, какие разъемы установлены. То есть есть отдельная кнопка включения, вход кабеля питания, вход линии двухпроводной, выход на внешний динамик и выход на записывающую аппаратуру. Выход на внешний динамик почему-то сделан тюльпаном, а не 3,5 мм. Ну, в принципе, разъем всегда, конечно, подобрать можно. Подключение внешнего динамика актуально, потому что сам встроенный громкоговоритель намного тише, чем у радиостанции. Я сейчас тоже продемонстрирую, когда включу. Посмотрите. Так, ну, включаем тогда всю систему. То есть включаем основной блок, включаем радиостанцию. То есть когда горит индикатор линий, значит линия у нас неразрывная, то есть цельная. Соответственно, она в рабочем состоянии находится. Вот у нас сейчас включен первый канал, но он, правда, называется у нас Channel 2. Но, смотрите, я переключаю на дистанционном блоке, канал меняется на радиостанции. То есть и цифровой канал мы специально запрограммировали, чтобы продемонстрировать вам работу и в цифровом режиме. То есть вот все с блока управляется. То есть на расстоянии до 3 километров вы можете радиостанцией управлять полностью. То есть и приемом и передачей, и каналами. Сейчас я включу радиостанцию DP2400 и продемонстрирую, каким образом работает станция в аналоговом и в цифровом режиме. Кстати, каждый раз при включении блока уровень громкости у него становится равным единичке, ну то есть самый минимальный. Поэтому обращайте на это внимание, я сейчас на самую большую громкость его поставлю. То есть вот сейчас у нас стоит аналоговый канал. Для начала демонстрируем прием. Раз, два, три. Раз, два, три. То есть звук идет именно из блока дистанционного управления, а не из радиостанции. Раз, два, три. Теперь наоборот, то есть сама передача каким образом осуществляется, тоже аналоговый режим. Раз, два, раз, два. Сейчас погоромче сделаю. Раз, два, три, раз, два. Раз, два, три, раз, два. То есть станция и на прием, и на передачу работает дистанционно. Так, теперь давайте продемонстрируем цифровой режим. То есть в цифре в стандарте ДМА. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Тоже станция работает. И обратно на прием. Раз, два, три, раз, два. А также радиостанция работает. Дальше. Давайте попробуем измерить уровень громкости при приеме на полном уровне на блоке. Аналоговый канал включен. И измерим громкость. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, три. Цифровой канал был включен, извиняюсь. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. То есть 76,9 децибелая максимальная громкость у блока. Так, теперь давайте включим на цифровом канале. Сбросим. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Ну, естественно, значение такое же, потому что приходится уже сюда аналоговый. Так, и теперь продемонстрируем еще отдельно, насколько громче сам динамик радиостанции. На этом по системе все. Будет отдельный еще ролик по программированию заднего аксессуарного разъема радиостанции. Вот, кстати, для аналоговых станций, это в данном случае для GM340, назначение разъемов аксессуарных следующее. То есть у серии DM оно чуть отличается, а отличается именно четвертым контактом. Я в отдельном ролике, ну или в отдельном участке ролика расскажу и покажу разницу. Из-за этого, из-за того, что четвертый контакт у DM серии не так программируется, соответственно, у нас не работает режим монитора и не горит индикатор приема. Ну, а так, я продемонстрировал, что станция полностью рабочая в данном режиме. С производителем мы свяжемся, возможно, он доработает саму систему, чтобы функциональность была стопроцентная. Но все позже я еще покажу громкость радиостанции. Спасибо. Ну и давайте продемонстрируем уровень громкости, когда радиостанция работает напрямую, без удаленного блока. Ну, то есть саму громкость. Покажу, канал стоит цифровой. Шумомер я запускаю. Не уверен, конечно, что он правильно работает, потому что только начали его использовать. Ну, 78,8 децибела показывает, но, естественно, громкость намного выше, чем у встроенного динамика. Поэтому, если где-то в зашумленной обстановке будете использовать, то подключайте внешний. Тогда, если громкости будет недостаточно. Ну, а так, в целом, вся система работает без нареканий. То есть программируется достаточно легко. То есть, если знать, как программировать аксессуарный разъем радиостанции, то без проблем можно будет его запрограммировать, всю систему буквально за полчаса настроить и запустить в работу. Еще раз напомню, что радиостанции Моторола программируются и используются с системой Вектор 25М. В принципе, получается, что модель можно использовать любую, в том числе и новой серии ДМ. Главное, чтобы был 20-контактный разъем аксессуарный на выходе у станции и программировались у нее контакты данного разъема. Я отдельно еще покажу, как они программируются. Спасибо большое за внимание. Рассказываю про программирование аксессуарного разъема радиостанции Моторола ДМ-2600 для работы в системе дистанционного управления с Вектором 25М. То есть, мы заходим в раздел аксессуаров и заходим в физические контакты аксессуарного разъема. И здесь нужно будет выставить значение этих контактов следующим образом. Я надеюсь, все видно. То есть, контакт номер 3 – это 5Т внешнего микрофона. Уровень у всех низкий, активный. Дребезг мы убрали. Галочку. Контакт 4. Вот здесь проблема с четвертым контактом. У аналоговой станции обнаружение несущей здесь ставится. У цифровых станций такого значения контакта нет. Соответственно, не работает режим монитора и не работает индикация приема на самом векторе. Но, в принципе, это на функциональность не влияет, естественно. Но надо разбираться вот с этими общими выводами. Возможно, здесь это значение обнаружения несущей можно будет поставить. Пока, как бы, станции цифровые серии ДМ еще не использовались с вектором. Соответственно, вот это остается пока нерешенной проблемой. Далее, контакт номер 6 – это выбор канала 1. Контакт номер 8 – выбор канала 2. Контакт номер 12 – выбор канала 3. И контакт 14 – режим мониторинга. Все остальные контакты, их 20 у аксессорного разъема, они назначены по умолчанию. Их, естественно, трогать не нужно. То есть, главное поставить низкий уровень и вот эти значения указать. И станцию запрограммировать. И она будет готова работать, соответственно, в системе вектора. Также и у ДМ 1400 тоже контакты таким же образом назначаются. Единственное, здесь нет доступа к контакту номер 6. Есть из-за того, что у нее количество каналов, видимо, меньше. Соответственно, он не назначается. А так, с Вектором серия ДМ 1000 тоже работать будет. А вот серия ДМ 4000, здесь контакты другие. Но тут аксессуарный разъем вообще. Он внешне похож, но назначение у него другое. Скорее всего, с системой Вектор тоже можно будет запустить 4000 серию. Но надо разбираться по контактам по самим. То есть, смотреть инструкцию и подбирать здесь, чтобы контакты соответствовали выходу именно у Вектора. Ну, или входу удаленного блока, точнее. Ну, все. На этом на сегодня закончим. Большое спасибо за внимание. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего нового. Всем позитивного настроения, всего доброго, до свидания.